Итак, добрый день, уважаемые предприниматели. Министерство экономики и торговли в текущей ситуации считает необходимым комментировать все мероприятия, которые происходят в текущей ситуации в части развития экономики по разным субъектам, в том числе в Республике Калмыкия. Информация о мерах государственной поддержки как федерального, так и регионального уровня уже была размещена на официальном сайте Министерства экономики и торговли. Дополнительно мы создадим отдельный блок, где будем информировать вас абсолютно обо всех изменениях, которые будут происходить как на федеральном, так и на региональном уровне. Уже сейчас считаю необходимым еще раз разъяснить то, что было принято на всех уровнях и те перспективы, те планы, которые мы для себя видим, для цели поддержать наших предпринимателей. Во-первых, определен четкий перечень отраслей, которые в приоритетном порядке будут им оказана всесторонняя поддержка. А именно, это автоперевозки, это культура, организация досуга и развлечений, это физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, это деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма. Это гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, деятельность по предоставлению бытовых услуг, ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты. Торговля розничная, не продовольственными товарами. Хочу сразу же обратить ваше внимание, что данный перечень по инициативе ряда общественных организаций на федеральном уровне предложено расширить. Данное обращение было направлено в адрес председателя правительства Российской Федерации, господина Мишустина. Решение о расширении перечня мы ждем в самое ближайшее время. Причина простая и ясная. Данные сферы, которые я выше перечислил, действительно в приоритете, в первую очередь пострадали от распространения коронавирусной инфекции. Но мультипликативный эффект на ряд других отраслей безусловен. В связи с этим хочу остановиться на тех мерах финансовой поддержки, государственной поддержки, которые в настоящий момент уже заявлены нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И по данным направлениям уже ведется работа в части внесения изменений в нормативно-правовые акты, либо эти акты уже приняты. А именно, предоставление отстрочки на 6 месяцев выплат по всем налогам. Дополнительно хочу сказать, это федеральная мера. И она будет распространяться действительно на 6 месяцев по всем налогам. Соответствующие изменения, внесение изменений в настоящий момент в проработке на федеральном уровне. О региональных мерах в части налоговых послаблений я сообщу вам немного позже. Далее, это предоставление отстрочки на 6 месяцев по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий. Дополнительно хочу обратить ваше внимание, что размер отчислений также будет снижен с 30 до 15%. Далее, дополнительные меры, а точнее, введение моратория на 6 месяцев на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов с предприятий. А также, расширение возможностей субъектов малого и среднего бизнеса для получения кредитов по льготной ставке. Что касается региональных мер, сразу же обращаю ваше внимание, что в течение ближайших двух суток план переводчинных мероприятий, разработанный правительством, будет представлен на утверждение главе Республики Калмыкия. Данный план будет предусматривать комплекс мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. Остановлюсь на нем подробнее. А именно, что касается налогов. Мы предлагаем освободить от уплаты налога, транспортного налога, начисленного за 2019 год. По тем приоритетным отраслям, которые были в приоритетном порядке обозначены на федеральном уровне. Повторю еще раз. Это освобождение от уплаты налога, транспортного налога, начисленного за 2019 год. Далее. Это налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения. Мы предлагаем в период с 1 января по 31 декабря 2020 года снизить ставку с 6 до 1% налоговой ставки по категориям налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы. В период с 1 января по 31 декабря 2020 года снижение с 10% до 5% налоговой ставки по категориям налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Далее. В части единого налога на умененный доход. В период с 1 января по 31 декабря 2020 года снижение в 2 раза коэффициента К2, корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности. С учетом тех вопросов, которые уже были заявлены на горячую линию, хочу обратить внимание, что в части налога на имущество в период с 1 января по 31 декабря освобождение от уплаты данного налога. Далее. Налог на имущество физических лиц. Освобождение от уплаты налога, начисленного в 2019 году. Причем, сразу хочу обратить ваше внимание, уважаемые предприниматели, что речь идет о тех приоритетных отраслях, которые были выбраны и которые в приоритете пострадали. Что касается патентной системы налогообложения. В период с 1 января по 31 декабря 2020 года снижение в 2 раза стоимости потенциально возможного к получению ИП годового дохода по виду предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патентная система налогообложения, устанавливая на календарный год законом субъекта Российской Федерации. Таким образом, мы говорим о внесении изменений в нормативно-правовые акты, которые требуют утверждения и рассмотрения законодательной ветью власти Республики Калмыкия. Коллеги, я вижу, что вы ориентируетесь на теле и суфлер. Я вам скажу честно, что помощь безусловно нужна. И информации, о которой необходимо сообщить, ее очень много. Более того, в прямом эфире много вопросов, на которые мне еще предстоит ответить. На некоторые вопросы мне удастся ответить сразу. На некоторые вопросы мне необходимо будет взять паузу для проработки. Я сразу хочу обратить ваше внимание, что в текущей ситуации прямой эфир будет еженедельно в 11 утра каждый понедельник. Соответственно, те вопросы, на которые я не смогу сейчас дать ответ, к следующему понедельнику ситуация будет, скажем так, разъяснена. Теперь, что касается финансовой поддержки. Кредиты от кредитных организаций. Речь идет о чем? По данной программе работает в настоящий момент Сбербанк. Что касается Росбанка и Росфельхозбанка, в настоящий момент вопросы прорабатываются. Но уже сейчас на официальных сайтах данных кредитных учреждений есть вся информация с детальной проработкой, какие меры поддержки будут оказаны. Остановлюсь на следующем. Это отсрочка на 6 месяцев по ранее полученным кредитам в кредитных организациях. Далее. Получение кредитов в кредитных организациях под 0% на выплату заработной платы. Данная программа в Сбербанке уже работает. Получение кредитов в кредитных организациях на неотложные нужды. И что касается резонного вопроса, который вы могли бы задать. Каким образом завтрашним днем вам погашать эти кредиты? Понимая, что кредит выдали на 6 месяцев. И уже спустя 6 месяцев вам необходимо будет данный кредит возвращать. Прокомментирую. Правительством Республики Калмыкия будет предоставляться субсидия на погашение кредита, взятого в банке на выплату заработной платы. Данная мера будет распространяться по тем отраслям, которые были мной уже обозначены. Приоритетные. Хочу сразу же обратить ваше внимание, что есть необходимость действительно расширить перечень отраслей, которые пострадали. В части вижу комментарии. Как же быть с неотложными нуждами? Что касается погашения кредита на неотложные нужды, данный вопрос в настоящий момент находится у нас в проработке. Речь идет о порядке и механизмах предоставления субсидии данным организациям на погашение кредита, взятого в банке на развитие своей деятельности. Почему? Потому что каждый предприниматель должен для себя отдавать ответственность и давать отчет, что он сможет данный кредит погасить. И его деятельность через 6 месяцев будет актуальна. Что касается господдержки, еще раз говорю, что касается предоставления субсидии предпринимателям на погашение кредита, взятого в банке на погашение выплату заработной платы, данная мера проработана и она будет принята. В части предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение кредита, взятого в банке на неотложные нужды, данный вопрос наследжмент в проработке. Далее, по товарам первой необходимости. Сегодня на официальном сайте Министерства экономики и торговли будет опубликована информация с перечнем товаров первой необходимости, как продуктовых, так и непродуктовых. Мы понимаем, что непродовольственные товары первой необходимости в соответствии с позицией федерального центра на уровне субъекта данный перечень может быть расширен. Соответственно, мы сегодня выложим информацию в части уже действующего перечня, но в ближайшее время, до конца недели однозначно, перечень будет обновлен. Соответственно, информация появится на официальном сайте Министерства, что позволит предприятиям розничной торговли осуществлять свою деятельность на территории Республики Калмыкия. Далее, также на официальном сайте будет еженедельно обновляться информация по мониторингу цен на товары первой необходимости, в частности по продуктовой линейке. Уже сейчас мы можем сказать, что по товарам первой необходимости рост цен под контролем. В части перечня товаров, таких как цитрусовые, мы наблюдаем рост в несколько раз. Итак, теперь, если позволите, я отвечу на ряд вопросов, которые сейчас перед собой вижу. Что касается коммерческой недвижимости. В настоящий момент мы отменяем на 2020 год налог на имущество организации, а также физических лиц в части предоставления коммерческой недвижимости. Соответственно, полагая, что предприниматели, которые являются арендодателями, снизят стоимость аренды для предпринимателей. Вопросы. Помощь государства не слышим. Включите микрофон. Есть ли официальный указ о том, что предприниматели не имеют права вести предпринимательскую деятельность? Определены перечни отраслей, а именно магазины торговли, которые могут вести предпринимательскую деятельность, торгуя товарами первой необходимости, а также товарами первой необходимости непродовольственными. Цены повысили на гречку, фрукты, лекарства, средства индивидуальной защиты. Да, действительно, рост цен наблюдается, но он в пределах разумного. На вопрос по ЧС, куда обращаться по подаче заявления? Заявление какого? Кафе и рестораны быстрого питания. Ряд кафе и ресторанов быстрого питания перешли на доставку. В текущей ситуации это единственная возможная мера для сохранения на плаву того бизнеса, который был открыт. Я имею в виду ресторации. Доставка заказа онлайн и доставка. Других мероприятий сейчас предложить министерство, во всяком случае, не видит. Где гарантии, что арендодатель уменьшит платеж по аренде? Правительство гарантии дать не может. Правительство создает условия для того, чтобы были пересмотрены ваши договорные отношения между арендатором и арендодателем. Что касается цен на лимон, лимон не входит в перечень товара первой необходимости. Нормально или нет, эта ситуация касается абсолютно всех регионов Российской Федерации. Цены на цитрусовый и имбирь выросли в несколько раз. По тем вопросам, которые еще есть в министерстве в настоящий момент. Открыта горячая линия. Телефон горячей линии 8 937 467 66 00. Хочу сообщить, что уже в настоящий момент в микрофинансовую организацию, которая предполагает выдачу льготных займов от 100 до 500 тысяч рублей по тем предпринимателям, которые вошли в перечень приоритетных отраслей, подаются порядка, уже подано порядка 100 обращений. Вопросы, которые мы в настоящий момент видим, я их озвучу и дам на них развернутые ответы. А именно, что касается налоговых выплат, как получить отсрочку? Обратиться в Федеральную налоговую службу. В части отсрочки платежей по налогам раз. И в части тех налогов, которые будут отменены в 2020 году, это полномочия субъекта. Соответственно, в текущем году данный вопрос будет, я так понимаю, снят. После принятия решения законодательной ветвью власти. Вопрос по арендной плате. Возможно ли отсрочка или полная отмена? Что касается республиканского имущества, то соответствующий нормативно-правовый акт уже опубликован. Достаточно обратиться в Министерство по земельным и имущественным отношениям. И отсрочка оплаты по аренде республиканского имущества в 2020 году, на 2021 год уже действует. Далее. Что касается муниципального имущества. В муниципалитеты, в правительство республики выданы рекомендации по применению отсрочки платежа по имуществу с 2020 на 2021 год. Вопрос по выплате кредитов. Возможно ли отсрочка? Об этом я уже сообщил. Действительно, достаточно обратиться и необходимо обратиться в банк о предоставлении отсрочки. Перечень необходимых документов, предоставляемых, есть на официальном сайте Сбербанка, Россельхозбанка, а также Росбанка. Вопрос. Парикмахерские могут работать? Как же платить налог? Что касается парикмахерских, то в текущей ситуации, учитывая риск контакта, полагаю, что пока работать они не смогут. Вопрос по выплате заработной платы. В части заработной платы, об этом я уже сказал, еще раз продублирую. Обратиться в Сбербанк о предоставлении кредита на выплату заработной платы сотрудникам. После чего можно будет рассчитывать на получение субсидии на компенсацию кредита, взятого в банке на выплату заработной платы. Еще раз озвучу номер телефона горячей линии для обращения. Она также есть на официальном сайте Министерства экономики и торговли. Телефон 8 937 467 66 00. Вопрос по льготному займу. Вопрос по льготному займу. В настоящий момент сообщаю, что микрофинансовая организация, которая докапитализирована в конце прошлого года, в настоящий момент документы на рассмотрение лицензии находятся в центробанке. Мы предпринимаем исчерпывающие меры для того, чтобы уже в текущем месяце микрофинансовая организация могла оказывать помощь в виде предоставления займов. По основному объему докапитализационных средств порядка 200 миллионов рублей мы прорабатываем вопрос о снижении данной процентной ставки до 5%. Решение не принято. Дополнительно выделены 63 миллиона рублей из федерального центра на предоставление льготного займа под 1%. Сумма займа от 100 до 500 тысяч рублей. Коллеги, что касается ЧС нет, режим самоизоляции у нас, вопрос не к Министерству экономики и торговли. Будет ли требоваться обеспечение по займу в МФО? Да, будет требоваться обеспечение по займу в МФО. Есть общие вопросы. Такие как Срок сдачи алкогольной декларации за первый квартал 2020 года. Как переносится срок и срок налоговой отчетности? Здесь вопросы к рост алкоголя регулирования. Но данный вопрос мы взяли на карандаш. Соответственно информацию будет представлена уже в течение недели. И озвучена скорее всего на следующем нашем прямом эфире. Какие меры поддержки предусмотрены для общепита и сельхозпредприятий? Для общепита меры поддержки предусмотрены. О них я вам уже сообщил. Что касается сельхозпредприятий, то данная отрасль на настоящий момент не включена в перечень приоритетных направлений. Которым будут оказаны беспрецедентные меры государственной поддержки. Входят ли организации общепита и сельхозпроизводственные кооперативы в перечень организации? Общепит входит, сельхозпроизводственные кооперативы нет. Соответственно общепит может рассчитывать и предназначить на 1% кредиты. Какой пакет документов нужен для получения кредита по 1%? Какие статей затрат попадают под субсидирование? Что касается статей затрат, которые попадают под субсидирование, я уже обозначил, что это заработная плата. А точнее погашение кредита, субсидия на погашение кредита, взятого в банке, для выдачи заработной платы сотрудникам. Коллеги, вопрос, почему не ведется ЦС не в Министерство экономики? Какие затраты попадают под субсидирование? Какой пакет документов? Вся информация о пакете документов также размещена на сайте Министерства экономики и торговли, а также в автономной некоммерческой организации Агентства по развитию системы гарантий и микрофинансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия. Официальный сайт центрфинансирования.рф. Все русскими буквами. Как известно, предпринимателям предоставили срочку для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное имущество. Но таких ведь меньшинство, если не единицы. Большая часть недвижимости у нас в Республике принадлежит и сдается частными лицами. С ними предприниматель заключает договор аренды. Будут ли приняты меры поддержки именно для тех предпринимателей, которые в ситуации не зависящих от них оказались заложниками арендных выплат за простой бизнес. Есть ли дату какие? Данный вопрос уже озвучил. Повторю еще раз, что предполагается мораторий на налог на имущество организаций, а также физических лиц, которые предоставляют имущество в аренду. Помогите, пожалуйста, предпринимателям. Поддержите помощь в юридической части. Как можно пересмотреть договор аренды? Какие основания появляются в сложившейся ситуации для переоформления договора аренды, в части аренды? Основания, что касается юридической помощи. Безусловно, центр поддержки предпринимательства готов будет оказать необходимую помощь. Что касается оснований, это сейчас отмена в текущем году налога на имущество организации. Лично для меня даже недельные каникулы очень сильно отразились на деле, а также на материальном положении моей семьи, поскольку мое дело было единственным источником дохода для семьи четырех человек, не говоря уже о месячном простое. Еще раз повторю, что речь идет о пересмотре договорных отношений по договору аренды. Уже сейчас можно будет после утверждения плана ожидать несения изменений в уплату, точнее приостановление, начисление налога на имущество организации, а также физических лиц, для того, чтобы пересматривать действующие и заключенные вами договора с арендодателями. Еще вопросы. Как доказать, что доход снизился? Что надо предоставить? Речь идет о банке. Сообщаю. Реструктуризация действующих кредитных обязательств возможна при подтверждении потери уменьшения дохода клиентам, увольнения, сокращения, направления в неоплачиваемый отпуск, задержка выплаты заработной платы, снижение заработной платы, увеличение расходов, нахождение на длительном курсе лечения, увеличение количества иждивенцев, тяжелая болезнь, близкого родственника, пожар, ДТП. На сайте кредитных учреждений, таких как Сбербанк, таких как Россельхозбанк и Росбанк, опубликована информация о тех мерах, которые в настоящий момент будут применяться ими в сложившейся ситуации. Дальше. Если я строчка налоги 2019 года, который платить надо прямо сейчас, выше озвучил налог на имущество физических лиц за 2019 год. Очень много ненужной фейковой информации, поэтому нужен диалог с правительством. Была бы четкая и ясная картина, например, оперативный чат, где собирают, информируют по ситуации прямо сейчас, а там все ключевые люди со всех сфер, идут запросы. Что касается оперативного чата, к сожалению, скорее всего нет. Открыт телефон горячей линии, на которой мы собираем вопросы. Далее, наш прямой эфир будет сохранен. Те вопросы, на которые нам не удалось, мне не удалось ответить сейчас в прямом эфире, к следующему прямому эфиру информация будет вам извещена. Так, в прямом эфире выходит на обратную связь министры в ежедневном порядке. В ежедневном нет, еженедельно да. Консультируют эксперты, проводят вебинары по актуальным вопросам поддержки. По всем вопросам, где министерство и подвесные организации министерства уполномочены, можно задать вопросы в горячей линии. К следующему прямому эфиру информация будет проработана и сообщена. Так, предлагаем распространить мораторий на проверки на социально-ориентированные некоммерческие организации. Кроме того, социально-ориентированные НКО в наиболее пострадавших отраслях будут предоставлены те жильготы, что и субъекта малого и среднего. Везде идет формулировка помощь малому и среднему. Опять ничего про НКО и ОНО. Почти вся образовательная деятельность лицензии по НКО. Надо добавить в формулировки помощь для НКО и ОНО. Сразу же обращаю внимание, что в перечень отраслей пострадавших образовательные учреждения входят. Что касается полного перечня некоммерческих организаций совместно с общественными организациями, мы сейчас данный перечень проработаем. Но опять же будем ждать реакцию правительства на то обращение, которое было по расширению отраслей, которым требуется поддержка. Для поддержки микропредприятий, применяющих спецрежимы, стоимость патента для индивидуальных предпринимателей в отраслях, подверженных риску, снижена до рубля в год. Не пойму, это вопрос или ответ. В части патентной системы, мне уже сообщил, что будет снижение налога по патентной системе. Неделю вынужденного простоя предприниматели восприняли с пониманием, но месяц это путь к банкротству. Предлагаю разрешить работать всей торговлей жестким соблюдением санэпидематребований или торговым точкам с 50% наличием товаров первой необходимости. Что касается товаров первой необходимости, в том случае, если розничная торговля, розничная точка реализует товары первой необходимости, она может работать. Дополнительно, чтобы избежать нет понимания, мы формируем сейчас перечень предприятий, перечень отраслей, сфер для утверждения уровнем председателя правительства, чтобы опубликовать и снять вопросы по тем предприятиям, которые могут оказывать, могут работать в текущей ситуации. Безусловно, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Обнулить налоги на зарплату для закрытых предприятий сроком до 6 месяцев. Коллеги, вопрос взял на заметку, сейчас ответа дать не могу. Обнулить проценты по кредитам на срок до 6 месяцев. Сейчас по процентам будет предоставляться отсрочка, а именно, проценты в течение 6 месяцев для данных отраслей начисляться не будут. Но они будут начислены, скажем так, и уплата их будет через 6 месяцев равными платежами. Это условия банковского сектора. Выделить субсидию, не кредит на зарплату для пострадавших отраслей. Общий ПИД. Подтверждаю, данная мера нами разработана и будет осуществлена. Для этого потребуется, еще раз повторю, взять кредит в банке на выдачу зарплаты сотрудника. После чего предприниматель имеет возможность получить субсидию на погашение данного кредита, который будет взят в банке. Уже Сбербанк с этим работает под 0%. Из тех вопросов, которые были у меня сейчас, по анализу прямого эфира, который у нас с вами состоялся, мы сделаем вывод, на какие вопросы мы уже смогли ответить, какие вопросы остались без ответа. Для того, чтобы на сайте опубликовать четкие разъяснения по возможным и невозможным действиям со стороны правительства в соответствии с требованиями действующего законодательства. Уважаемые предприниматели, наша встреча следующая будет уже через неделю. Еще раз обращаю ваше внимание, что на все вопросы мы сгруппируем по видам, для того, чтобы дать развернутый ответ о мерах поддержки со стороны республики для вашего развития. Большое спасибо. Вы действительно хотите завершить завершение?